Ученики школы номер 96 установили рекорд. За прошлый год собрали 136 контейнеров с мусором. И победили в областном проекте «Школа за раздельный сбор». Образовательное учреждение участвует в конкурсе с 2016 года. И хотя соревнование – это весело, директор признается – дети проявляют активность не только ради призов. Конечно, соревновательный процесс, он очень важен, но мы как раз цель ставили не эту, цель не соревнования. Мы доводили до детей, что экологическая проблема – это очень серьезная проблема не только в нашей стране, но и во всем мире. И поэтому мы решать ее должны все совместно, начиная именно с детей. Участниками областного экологического проекта «Школа за раздельный сбор» в Самарской области в прошлом году стали 90 школ. В этом в него включились еще более 10. В учреждениях устанавливают контейнеры для раздельного сбора мусора, проводят классные часы, а также чаще выходят на уборку территории. Важно, чтобы за воспитанием вот этих вот навыков, за их привитием шла системная работа. То есть, чтобы раздельный сбор появлялся не только в школах, где мы видим, что он уже приживается, а чтобы он появлялся в каждом дворе. Конкурс «Школа за раздельный сбор», поддержанный губернатором Дмитрием Азаровым, часть федерального проекта «Чистая страна». Он также помогает решить задачи, поставленные нацпроектом «Экология». В таком масштабе и формате он проводится только в Самарской области. Этот успешный опыт будут развивать и по всей России. То, что сегодня к нам приехал, руководитель федерального проекта «Бурмат» Владимир Владимирович, именно на подведение итогов «Школа за раздельный сбор» показывает, что вот эта наша практика, практика Самарской области, очень нужная и в рамках уже федеральной, будет развиваться. Я уверен, мы воспитаем через детей хорошего потребителя, который, так сказать, и пользуясь природой, будет очень трепетно, бережно к ней относиться. Организаторы проекта рассчитывают, что к следующему году контейнеры для раздельного сбора мусора появятся во всех школах региона. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.